Альфа-самец. Так иногда говорят об успешных, уверенных в себе мужчинах. Они добиваются своего, пользуются успехом у женщин. А ведь есть еще бета и гамма-самцы. И вся эта терминология пришла к нам из мира животных. Классификацию предложил в 70-е годы, еще в прошлом веке. Зоолог Дэвид Мех, он изучал повадки волков, перенес эти данные на человеческое сообщество. Бета-самцы проявляли ум, надежность, успешность, гамма. Но все равно, что балласт, бесполезный для природы и своей стаи. И долгое время считалось, что это неудачники. Безработные, например, склонные к вредным привычкам люди. Но теперь психологи уверены, гамма-самцы стали тихо, без резких движений, выбиваться в лидеры. Тема обсудим с нашим гостем в студии заведующей лаборатории развития нервной системы Института морфологии Человек-Красиско-Казименок, профессор Сергей Савельев. Профессор, доброе утро. Сейчас многие мужчины почувствовали себя несколько ущербными от того, что они не альфа-самцы. Стоит огорчаться? Не стоит. Мех показал, что чистого такого модели, которую он мечтал увидеть, альфа, гамма, бета и омега даже самцы, этого нет в волчьих стаях. Например, зоологии игуаны с оранжевой окраской, как говорят, альфа воюют с бета, которые голубым окрасом обладают. А пока они воюют, как мы сказали, балласт гамма-самцы, якобы балласт обладевают самками и территорией. То есть это же еще непонятно, кто про кто виноват. Да, такие ушлые. Действительно, да. Пока там самцы доминантные решают между собой вопросы, кто главнее, кому, значит, больше самок принадлежит, тот, кто потише и поспокойнее, значит, пробирается, оплодотворяется. Значит, вот это и есть альфа, получается. Нет, не альфа. Ну, по факту. Альфой должен считаться тот, у кого остается больше всего потомка. Ну, классический пример – это жуки-рогачи. Такие, знаете, красивые рогатые жуки. Они самцы, так ухаживают за самками красиво. Ну, дети любят их собирать, этих жуков. Ну, это омологи, кто впадает в детство и так на всю жизнь. Значит, красивые рогатые жуки. Вот они сражают за самок, ухаживают за ними, все хорошо. А в это время, как, знаете, в немом кино, маленькие самцы без рогов, без всяких, которые очень похожи на самок, прокрадываются и, значит, делают свое черное дело, и дальше оплодотворяют самок. И рогатые, и безрогие, они все равно присутствуют, значит, и те, и другие размножаются, и у этих других все хорошо. Кто же из них более самец, если спросим мы за уровень? В природе все равно абсолютно, когда мы рогатые или безрогие, если это в пределах нормальной изменчивости, потому что природа, да и человеческое общество стремится к максимальному многообразию. То есть, почему? Потому что нужна максимальная изменчивость конструкций. Жмало ли что случится, там, электричество отключить, например, еще что-то. Значит, выживет тот вид, у которого больше изменчивости. И поэтому существует масса примеров. У нас же есть доминантные самки-самцы. То есть, ну, рыбки многие тропические. Там живет она спокойно, не тужит, как самочка. Потом сменила уровень обитания. У нее происходит инверсия пола, и самочка превращается в здоровенного, доминантного самца. То есть, за этими предприимчивыми подвидами будущее? Ну, нет. Дело в том, что вопрос, еды много или мало. Если очень много еды, то тогда все хорошо. Тогда вот эти вот прохиндеи, потому что же ведь как, если есть критерии объективности твоей деятельности, тогда ты можешь быть альфа-самцом. Ну, например, ты гладиатор, а там сражаешься, да? Это одно. А когда ты, все твое гладиатор состоит в том, чтобы по-тихому вечерам очистить банк, ну, многие просто открыто это делают. Когда исследования на макаках проводили, вы вспоминали его, выяснилось, что альфа-самцы, они быстрее восстанавливаются после травм, меньше подвержены болезням. На людей тоже распространяются? Да, конечно. Ну, понятно, что если ты разбился на Феррари, то ты быстрее восстановишься. Ну, там подушка безопасности, во-первых, лучше. И средства на восстановление. И средства на восстановление у тебя тоже есть. Человек, привыкший доминировать, конечно, он в норме мобилизационно более готов к любым потрясениям, да и питается обычно лучше, потому что денег как-то собирает побольше, ну и живет поактивнее. А отсюда на более высоком уровне метаболизма возможность выйти из тяжелого положения, даже травма, еще, конечно, выше. Говорят, что те самые вот гамма-самцы, мужчины, которые умеют устраиваться, которые понимают, что от них хотят. Может быть, они не такие активные, зато они хорошо знают, как и где нужно оказаться, чтобы... Профессор назвал их, прохиндей. ...чтобы все получилось. Значит, эта модель сегодня востребована, в первую очередь, у женщин, иначе женщины бы не выбирали таких мужчин. Ну, конечно, женщинам же нужна надежность. Альфа, бета и гамма-самцов мы обсудили с заведующим в лаборатории развития нервной системы Института морфологии Человек-Российской Академии НОК профессором Сергеем Савельевым. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.